Итак, разбор раунда эксклюзивный для Одинцова. Этот раунд я взял один в четыре. Сейчас мы понаблюдаем за моими действиями, проанализируем каждый из них практически, потому что многие из них говорят о моем большом опыте игры на мираже. Смотрим. Играем за террористов. Первый пистолетный раунд. Я отправляю команду на Б, сам принимаю решение воспользоваться респауном и сделать быстрый фейк выход на А, чтобы было стянуть на себя внимание как можно больших противников, как можно большего количества противников и создать пространство для захода на Б. Вот смотрим, что из этого вышло. Вот, значит, команда идет на Б, я захожу с ямы, начинаю шуметь, судорожно просто стрелять, чтобы привлечь к себе внимание. Вот, как видим, двое игроков находятся на А. До сих пор они не перетягиваются, несмотря на начало пуша. И здесь, на что следует обратить внимание, я ставлю Head. Затем, что в это время происходит с командой. Команда, как видим, теряет бомбу. Теряет двух игроков уже. И противники получают под свой контроль всю информацию по пленту. И мой фейк уже никакого значения для команды не имеет. То есть, я просто отрезан от команды и, по сути, никакого пользы уже не приношу. Но смотрим, что было дальше. Я держу на себе двоих. Но это все равно не помогает. Оба игрока умирают. Я умираю. И здесь... Ой, господи. Тиммейты умирают. И здесь я говорю, я иду руинить, конченные вы тваре. Вы абсолютно не умеете играть. Я просто бегу с ножом, как видите. Но вот на этом моменте я думался. Я увидел, что я могу зайти в спину к оппоненту. Здесь я фейлю с прыжком. Потому что я уже нахожусь в тильте. В очень жестком тильте. Бегу дальше. И здесь оппонент фейлит с корышкой. То есть, он открывается и... Находится в невыгодном положении. И здесь я произвожу очень хайскильный мув. Я создаю, видимо, шагов в апартаментах. И на шифте ухожу... Через андеграунд на А. Соответственно, мой оппонент все еще находится на Б, как вы видите, по радару. И даже не думает перетягиваться. Вот здесь он должен меня услышать был. Но почему-то он не услышан. Вот, видимо, плохо настроен звук у челика. Но мой оппонент, который играет один на один сейчас против меня, сделал в этом раунде минус 4. Здесь я делаю тоже очень важный... Очень важный момент происходит. Я свапаюсь на юсп. Потому что на дальней дистанции лучше всего работает юсп. Можно просто во время диффуза не убить противника с глаком, с такого расстояния. Вот. Противник, что следует отметить, сразу начинает чекать дефолтные позиции. То есть вот он идет в апартаменты. Видит, что здесь никого нет. И все, уже понимает, что у него нет диффузов. И нужно начинать диффузить. Иначе он проиграет. И я... Успешно с ним разбираюсь. Вот такой вот раунд.